Добрый день! Меня зовут Виноградова Наталья Константиновна. Я педиатр, врач ультразвуковой диагностики и заместитель главного врача в медицинском центре «Детский доктор». Сегодня день педиатра, и мы бы хотели с вами поговорить о часто болеющих детях. Наталья Константиновна, расскажите вообще, какие дети считаются часто болеющими. Наиболее частая проблема, с которой сталкивается педиатр на своем приеме, это почему мой ребенок так часто болеет. Каждая мама, ведя своего ребенка впервые в детский сад, конечно же, задумывается об этом, что ждет меня и моего малыша в ближайшие несколько месяцев. И, как часто и бывает, дети, начиная обмениваться флорой друг с другом, начинают часто болеть. Иммунная система ребенка, она еще не настолько зрелая. Собственный иммунитет, то есть B-лимфоциты, T-клеточный иммунитет, он развивается ближе к пяти годам, и начинает функционировать наиболее активно именно к этому возрасту. Первые 6-12 месяцев иммунитет ребенка обеспечивается теми антителами, которые он получил еще внутриутробно через плаценту от мамы. Также, если ребенок получает грудное вскармливание, он получает материнские антитела через грудное молоко. Но к концу первого года жизни этот иммунитет, то есть материнский иммунитет, постепенно снижается. Ребенок начинает более активно контактировать с окружающей средой, начинает выходить на площадки, встречаться в песочнице с различными инфекционными агентами, если мы можем это так называть. И, соответственно, начинает работать наша иммунная система. Другой причиной более частых инфекций у детей раннего возраста является особенностью анатомии верхних дыхательных путей, легких, а также особенности обменных процессов, которые достаточно сильно отличаются от этих же процессов во взрослом организме. Можно как-то избежать бесконечных соплей в детском саду? Наверное, в данной ситуации на этот вопрос можно ответить немножко иначе. Я думаю, что есть смысл каждой маме пересмотреть отношение к так называемым соплям и частым вирусным инфекциям у детей в детских садах. Как уже говорилось выше, это процесс, который нужно пройти всем. И иногда бывают такие ситуации, когда родители отказываются от посещения их детьми детского сада. Но здесь вопрос достаточно сомнительный, потому что не посещая детский сад, да, ребенок не болеет, мама довольна, мама спокойна, но рано или поздно ему придется пойти в школу, и тогда эти же инфекции начнутся у ребенка в первые два года его школьной жизни. Ну, выбор в данной ситуации очевиден, на мой взгляд. Лучше пусть он будет пропускать детский сад и пройдет этот период адаптации в более раннем возрасте, чем это будет мешать процессу обучения. Также бывает ситуация, когда некоторые дети не болеют так часто. И многие мамы говорят, а почему вот ребенок болеет два раза в месяц, а вот у соседки он не болеет вообще. Так бывает, потому что эти дети чаще сталкиваются в более раннем возрасте с этими инфекционными агентами. То есть, например, в этой семье есть старший брат или сестра, они приносят инфекции из детского сада или школы, а с ними вместе болеет младший брат. Или если родители ведут достаточно активный образ жизни, они много гуляют, путешествуют, посещают какие-то мероприятия, ходят с ребенком в кино, в рестораны. Соответственно, ребенок имеет больше возможности контактировать с другими бактериями, вирусами и, соответственно, тренируют свою иммунную систему правильно реагировать на эти инфекционные агенты. Для того, чтобы избежать, ну или хотя бы постараться минимизировать вирусные инфекции или респираторные заболевания в детском саду, мы можем начать с базовых таких мероприятий. Как бы они ни звучали банально, но на самом деле они являются очень важными и базовыми в формировании в целом здорового образа жизни. Что же это такое? В первую очередь, это частые прогулки, можно сказать, в любую погоду, но избегая переохлаждения ребенка. Также очень важно ребенка закаливать, но тоже в рамках разумного, то есть это должно быть мягкое закаливание. Очень важен полноценный рацион питания, когда ребенок получает витамины и минералы из фруктов, овощей. Если ребенок кушает достаточное количество мяса, а не отдавая предпочтение мучным изделиям, макаронам и сладким булочкам, например. Одна из важных задач, как педиатра, так и мамы, чтобы минимизировать количество заболеваний, это вакцинировать ребенка по возрасту. Как это ни казалось бы странным для определенной категории людей, но вакцинация на самом деле уменьшает чистоту вот этих вирусных заболеваний у детей садовского возраста. И когда ребенок получил полную схему вакцинации по возрасту и получает, например, прививку от гриппа ежегодно, такие дети на самом деле меньше болеют. Есть такая статистика. Как вообще укреплять иммунитет? Может быть, нужно принимать какие-то витамины? Самый главный витамин, который мы должны обязательно обеспечить ребенку, это получение витамина D. Дефицит витамина D, как уже доказано нашими учеными, не только нашей страны, но и зарубежными исследованиями, это все подтверждено, витамин D имеет очень много влияния на различные органы и системы, и в том числе на иммунную систему. Поэтому в последние годы рекомендуют давать витамин D не только ребенку до года, но и в более старшем возрасте, и взрослым в том числе. Соответственно, если у ребенка нормальный уровень витамина D в крови, то он должен получать регулярно минимальную профилактическую дозу. Эта доза зависит от возраста ребенка. Если же вы понимаете, что ваш ребенок давно не получал витамин D, то есть смысл посмотреть исходный уровень витамина D в крови. И уже исходя из этих показателей, ваш педиатр рассчитает вам дозу. Или лечебную, если уровень витамина D снижен, или минимальную профилактическую, если все в норме. Необходимость применения поливитаминных комплексов в последнее время подвергается сомнению. Витамины – это, в принципе, достаточно аллергенные препараты. Есть смысл давать только те витамины, дефицит которых подтвержден лабораторно. Я могу порекомендовать вам регулярно отдавать своему ребенку витамин D и соблюдать те правила, о которых мы говорили с вами выше. То есть здоровый образ жизни, правильное питание, закаливающие мероприятия, ну и вакцинация. Редактор субтитров А.Семкин